Дом необходимо оберечь, то есть защитить его. Чем его защитить? То есть ты должен его сделать крепостью, в которой не будет шайтана. Что тебе делать? Чтобы в этом доме не было изображений, либо же собаки. Если у тебя есть какое-то изображение, закройте. Например, на львове, или на львове. Например, в бакаре. Например, выглеп все эти изображения, которые бывают на коробке с подсока, с под молока и так далее. Даже если там корова нарисована, сразу же закройте, сразу же закройте, закройте. Обучите ему детей, чтобы сразу же убирали эти изображения. У нас, к сожалению, очень большое упущение в этом, кроме тех, кто у кого помиловал Аллах. Потом он говорит, что у нас думает, что шайтан. Ты же сам стал причиной того, что ангелы вышли оттуда и зашли шайтан. То есть, это же изображения и собаки. Обучи себя, приучи себя, что прежде чем заходить домой, сказать, упоминай имя Аллаха, сказать, бисминаллах. Поминай Аллах, когда забывай, обучи этому детей. Желательно, чтобы у каждого в доме был какой-то уголок небольшой, где будет, допустим, малинный коврик. Он говорит, что это наше место для молитвы. Там ты собираешься с детьми, возможно, чему-то обучаешь их там и так далее. Желательно, что он читает сураль Бакара дома. Он говорит, что я никогда не читал сураль Бакара. Он говорит, что один человек мне жалуется постоянно что-то. Я говорю, брат, читай сураль Бакара, постоянно. Ты можешь после каждого, после молитвы Фаджа, допустим, для тебя прочитать сураль Бакара. Даже если ты возьмешь, допустим, какого-то чтеца, который читает, даже, допустим, быстро, если нет ухущения в этом чтении, читать вместе с ним, повторять за ним. Таким образом, чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть ты можешь выучить вообще эту Бакара. И это великая минус, что в этот дом не будут входить шведаны. То есть мы должны уделять особое внимание в защите своих детей. То есть ты сейчас обучаешь их. Что говорить перед сном. Самое простое, что ты можешь обучить ребенка, чтобы он говорил бисмилля. Прежде чем войти в дом. Прежде чем войти в уборную. Перед едой, перед водой, перед птицом. Прежде чем выходить в мечеть. Простое еще упоминание Аллаха. Может в три года ребенок, конечно, может это говорить. Ты постоянно ему повторяешь, чтобы он заучил это. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...